В 2015 году в ЦИОМ, Всероссийский Центр Изучения Общественного Мнения, и отдельно Иркутский Национальный Исследовательский Технический Университет провели опрос среди граждан России на знания государственной символики. Данные оказались схожими, но москвичи представили причесанную статистику, а иркутяне врезали правду матку по полной. Так вот, 90% граждан России не смогли дать точного описания герба Российской Федерации. Смотрите иркутское исследование, ссылка в описании. 60% россиян не вспомнили первые слова гимна, и 40% россиян неправильно назвали цвета государственного флага и их расположение. Все чаще опросы общественного мнения в России показывают обесценивание государственных символов в жизни отдельного гражданина и всего общества. Не случайно каждый шестой россиянин, по данным того же ВЦИОМа, абсолютно безразличен к флагу, гербу и гимну Российской Федерации. Вот так сюрприз. Сложно ведь спорить с тем, насколько важны государственные символы для каждой державы. Они объединяют людей, превращая аморфную толпу в единый народ. Флаг, герб и гимн, формируясь на протяжении столетий, отражают историю, традиции и ценности государства, близкие и понятные гражданам. Но что не так с Россией? Социологи говорят о низком уровне общности граждан с политическими институтами. Население не знает и не понимает программы развития российского общества и поэтому ментально не ощущает государство Россию своим или для себя. Социология социологией. Но может быть дело в чем-то совершенно другом? Ну, скажем, в самих символах Российской Федерации. Вот, например, невероятно странная история с флагом. Вы не поверите, сколько лет бело-синий-красный стяг является официальным флагом России. Можно было бы и хотелось бы ответить, что лет 300 и больше. Но нет. Бело-синий-красный флаг в дореволюционной и современной России является официальным государственным символом в общей сложности 50 лет. Арифметика проста. Российский триколор использовался как единственный официальный флаг России уже на закате империи с 1896 по 1917 годы. Плюс используется в наше время с 1991 и по сей день. В сумме 50 лет. В то время как, например, Красное Знамя СССР без перерывов являлось символом государства 70 лет. Кстати, до середины 19 века никакого официального флага основного символа государства у Российской империи не было и в помине. А когда появился уже известный всем триколор, дела у России стали идти как-то не очень. Что же не так с бело-синий-красным флагом? И почему русские несколько столетий никак не могли определиться со своими символами? Давайте разберемся подробнее. Уважаемые зрители, поддержите наш канал на платформе Patreon. Ссылка в подсказках на экране и в описании к видео. В 1668 году Московское царство не имело никакого государственного флага. В то время голландец Давид Бутлер, который руководил строительством первого московского корабля «Орел», обратился к царю за разъяснением, какой флаг устанавливать на корабль, согласно обычаю, что существует во всех государствах. Этот вопрос стал для царя неожиданным. Великий государь Московии даже не представлял о существовании такого символа государственной власти. Как-то раньше обходились ханскими ярлыками и все было хорошо. Впрочем, чтобы не осрамиться на всю Европу, московиты задали встречный вопрос. А какой флаг имеет твоя родина, Бутлер? На удивление царя и его окружения, Бутлер Николеблес назвал главные цвета флага своей родины – Голландии. Три горизонтальные полосы – красная вверху, белая внутри и синяя внизу. Царь Алексей Михайлович с облегчением вытер вспотевший от напряжения лоб и приказал выдать на изготовление флотского флага Московии ткани, к слову сказать, импортные – красного, белого и синего цветов. Видимо, царь понял голландцы слишком буквально. Ну а в каком порядке цвета разместили на штандарте корабля «Орел» – достоверно неизвестно. Флаг не сохранился, хотя есть, конечно, некоторые предположения, которые, однако, сложно проверить. Впервые использование бело-красно-синего флага на Московии зафиксировано 6 августа 1693 года, во время плавания Петра I на яхте «Святой Петр» по Белому морю. Флаг был странной формы для морского штандарта – прямоугольник длиной 4,3 и шириной 4,6 метра. Обычная длина флага превышает его ширину. Этот штандарт каким-то чудом сохранился до наших дней и сейчас находится в одном из музеев Санкт-Петербурга. Однако этот флаг в то время не стал официальным государственным стягом Московии. Более чем через 100 лет, в 1805 году, император Александр утвердил флаг российско-американской компании. Той самой, что разрабатывала пушной промысел на Аляске и отгребла потом от местных индейцев, алеутов и тлинкитов. Видео об этих событиях вы можете посмотреть на нашем канале. Флаг представлял собой полотнище из трех горизонтальных полос – белой, синей и красной – в соотношении по ширине 2 к 1 к 1. Но этот флаг снова не стал официальным в России, но под этим триколором Российская империя проиграла русско-индейскую войну и с треском вылетела с Аляски. К середине 19 века Российская империя все еще не имела официально утвержденного государственного флага. Лишь 11 июня 1858 года вышел указ императора Александра II, согласно которому государственным флагом Российской империи признавался черно-желто-белый рисунок гербовых цветов. Почему именно эти цвета? Утверждалось, что они встречались в кокардах предыдущих царей. Но почему эти цвета использовали предшественники? Возможную разгадку тайны подсказывает стремление московских царей приписать себе родословную чуть ли не от сотворения мира. Видимо, московским императорам весьма хотелось добраться корнями своей империи до седой древности. Поэтому государственными цветами в то время они выбрали черно-желтую основу – цвета габсбургов, императоров Священной Римской империи Германской нации, которая вела свое происхождение от империй Карла Великого и Античного Рима. И вот дальше начинается самое интересное. В 1896 году царь Николай II наконец официально утверждает привычный сегодня бело-синий-красный флаг – единственным государственным флагом Российской империи. И под этим флагом Российская империя терпит поражение в Московско-японской войне 1904-1905 годов. Под бело-синий-красным флагом Российская империя, единственная из стран Антанты, терпит сокрушительное поражение в Первой мировой войне и прекращает свое существование. Царя Николая II вместе со всей семьей казнят большевики. Временное правительство объявляет бело-синий-красный флаг единственным государственным флагом Российской Республики в марте 1917 года. А уже в октябре того же года временные были сметены московскими большевиками, которые считали своим флагом красный. Под бело-синий-красным флагом белое движение было наголову разбито большевиками в Гражданской войне 1917-1922 годов. Во время Второй мировой войны власовцы сражались с большевизмом на стороне Третьего рейха под бело-синий-красными флагами и потерпели полное поражение. В 1991 году под бело-синий-красным флагом на замену коммунистическому тоталитаризму СССР в России пришла олигархия во главе с Борисом Ельциным. Под этим же флагом Российская Федерация проиграла первую Московско-Чеченскую войну. Что же получается в итоге? Российский триколор возникал периодически в Москве еще с 17 века, когда его сделали на основе голландского. Но став официальным флагом на рубеже 19 и 20 веков, оказался для России не самым счастливым символом. Бесславная история триколора – это история символа, который на самом деле плохо прижился в России. Не имеющий прочной исторической базы, основанной на долгосрочной связи времен, бело-синий-красный флаг так и не стал флагом российского народа, объединяющим символом общества, а остался лишь знаком центральной московской власти. Говоря простым языком, триколор сегодня – это флаг Кремля и Путина, и к россиянам не имеет никакого отношения. Поэтому огромная часть граждан России не может правильно назвать цвета собственного флага и их расположения, описать герб и вспомнить первые строчки гимна. Такую картину показывают регулярные социологические опросы в СИОМа и других служб. Я оставлю пару ссылок в описании. И еще немного о символах. Герб России, двуглавый орел, достался русским от византийской жены Ивана Третьего. Русские цари, ну, очень хотели породниться с потомками знатных родов Священной Римской империи, с той же целью, с которой присвоили себе историю Киевской Руси. Двуглавый орел не имеет никакого отношения к собственной истории Московии. А про российский гимн и говорить нечего. Это гимн советский. Тогда уж и флагом современной России нужно было сделать красный, более привычный россиянам. Ну, правда, какой триколор, если на улицах всех городов стоят ленины, а улицы называются советские. В общем, выходит, что государственные символы Российской Федерации – это символы заимствованные. За свою историю Московия не сгенерировала собственной уникальной символики, а преклоняясь сотни лет перед странами Запада, хаотично брала для себя все, что плохо лежало, стремясь стать в один ряд с древними империями с богатой историей. Но Москве так и не удалось стать третьим Римом и создать связь времен. Сегодняшние граждане России плохо знают государственную символику и не воспринимают триколор и двуглавого орла как что-то свое, близкое сердцу. И эта утрата смыслов и значений символов государства значительно опаснее для Кремля, чем абсолютно все внешние угрозы вместе взятые. Спасибо за внимание! Больше информации смотрите на сайте хрендяблики.ком Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, поддерживайте нас на Патреон. Всем добра и здоровья! Субтитры создавал DimaTorzok